Всем привет, дорогие художники! Меня зовут Наталья Юршина, я художник и преподаватель уже более 10 тысяч допольных учеников. А сегодня я решила снять для вас очень необычное видео – обзор картин, выставленных на Авито. Все мы художники, рано или поздно задумываемся о том, как же можно заработать на своем творчестве. И самый простой вариант – это продажа картин на маркетплейсах. Ну и, конечно же, самый известный – это любимый Авито. Давайте вместе посмотрим на картины и их ценники, которые предлагает эта площадка. Обязательно смотрите это видео до конца, чтобы узнать, какие картины продаются лучше всего, а также то, за сколько я попробую продать свои картины. И чтобы не пропустить следующее видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. А перед тем, как мы начнем, напишите в комментариях внизу, пробовали ли вы продавать свои картины и получилось ли это сделать. А теперь давайте начнем. Итак, я уже открыла главную страницу. Здесь у меня вообще различные объявления. Все, что только можно, люди продают на Авито. Ну и здесь у меня будет поиск именно в Новосибирске. Мы видим в главной строке, что именно Новосибирск у нас указан, да. И я буду искать картины интерьерные. Если ввести просто картины, то Авито будет выдавать картины все подряд. И бисером, и напечатанные, и какие-то купленные, возможно, привезенные из поездок, да. Но мне нужны именно интерьерные картины, поэтому я введу в поиске интерьерные картины. Интерьерная картина. Нажимаем кнопочку и смотрим, какие картины нам предлагает Авито. Ну, на самом деле, много очень интерьерных картин. Я даже вижу картины с курсов у нас есть. Вот, например, вот эта вот картина называется у нас Золотой лес. Она с курса по интерьерной живописи. Очень здорово, приятно, что такие работы у нас вообще появляются. Так, смотрим, что у нас еще есть. Есть картина эпоксидной смолой, но я думаю, это с какого-то мастер-класса, потому что эти формы дают на мастер-классах. Что у нас есть еще? Вот такую вот я картину смотрела, когда готовилась к нашему видео. Вот эта мне картина очень понравилась. Это такая красивая интерьерная картина, она в хорошем размере. Обратите внимание, в описании указано, что холст 60 на 80 сантиметров. Я, кстати, думаю, что это вполне адекватная цена для такой картины. Плюс она сделана качественно и есть хорошие фотографии, которые показывают и очень близко материал и детали. Да, то есть детали это тоже очень важно фотографировать, когда вы выставляете картины на авито. Что у нас еще есть из интерьерных работ, которые мне довольно знакомы, довольно близки. Вижу даже за полторы тысячи выставлена картина с моего бесплатного мастер-класса. Это мастер-класс был по живописи маслом. Ну, в принципе, кстати, это вполне адекватная цена для начинающего художника, учитывая то, что сам холст по себестоимости рублей 200. Ну, и у масляных красок расход небольшой, то есть там рублей сто, наверное, общей сложности ушло на краски. Поэтому полторы тысячи для начинающего художника вполне адекватная цена для такой картины. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь имеется. Вот этот слоник, тоже я его смотрела. Он тоже у нас бесплатного мастер-класса такой. Есть формат хороший 40 на 50 сантиметров. Ну, и цена 6000, я думаю, вполне оптимальная для художника, когда вы учитесь, когда вы выставляете свои работы. Ну, и за хороший формат, естественно. Вот такую вот картину тоже я смотрела. Она мне очень понравилась. Единственное, что мне не очень нравится, когда делают фотографии не естественные. То есть это макап называется, когда картину вставляют в какой-то интерьер, но делают это неправильно. То есть формат картины 100% больше, чем есть на самом деле. Да, то есть мы смотрим в описании диаметр 40 сантиметров, а на объявлении диаметр выглядит гораздо больше. На будущее вам совет и так старайтесь не делать, чтобы у вас не было такого эффекта ожидания-реальность. Да, то есть если 40 сантиметров, фотографируйте ее таким образом, чтобы тот, кто хочет купить эту картину, понимал размер. То есть вот на этой фотографии мы видим истинный размер этой работы. Поэтому обманывать в объявлениях покупателей не стоит. Я думаю, здесь даже поэтому цена снижена, что человек смотрит, видит одно и в итоге долистывает, понимает, что картина совсем другая. Лучше фотографировать то, что есть. А если вы используете вот такие вот макапы и вставляете картины в интерьеры, в готовые, да, то старайтесь именно подбирать формат холста. Да, вот здесь тоже 50 на 45 сантиметров, но здесь на фотографии она явно не 50 на 45 сантиметров, а раза в два больше. Поэтому на будущее имейте ввиду. Ну и также смотрим на цены, что в среднем, смотрите, у нас картины есть и за 6 тысяч, есть вот и за 10 990. Тоже очень такая интересная интерьерная картина. Она немножко стилизованная относительно оригинала. Это тоже наша картина с курса. И цена у нее 10 990, вполне адекватная цена, да. Ну и цены, соответственно, бывают разные, но в целом я даже рада этим ценам. Почему? Потому что никто не выставляет свои картины, например, там за тысячу рублей, да. Вот, например, наша самая популярная зебра тоже у нас была на курсе. Вот она стоит за 10 тысяч. Я думаю, ее купят. Рано или поздно ее все равно купят, потому что она очень популярная и она вписывается в большинство современных интерьеров, да. То есть такой вот обзорчик на цены. Чтобы ориентироваться, чтобы понимать, какую цену ставить, обязательно смотрите на цены, которые уже предлагает Авито и цену, которую просят другие художники за свои работы. Так, ну и посмотрим еще какие-нибудь картины. Все интерьерные картины, которые выставлены на Авито, ну не все, но большинство написаны непрофессиональными художниками. И это картины с курсов, это картины новичков. И новички продают свои картины за такую цену. Я думаю, это вполне адекватная цена. И в данных картинах у нас используются и всевозможные текстурные пасты, и поталь, и различные другие виды золочения, да. То есть не только поталь, возможно баллоны, возможно жидкая поталь. Вот как в описании мы смотрим, что акрил, текстурная паста, поталь и жидкое золото. И здесь, что я вам хочу сказать, если вы начинающий художник, обязательно используйте различные современные материалы в своих работах. Они очень здорово смотрятся, ими легко работать, и не обязательно для этого учиться несколько лет писать картины. То есть можно на самом деле пройти не очень дорогие курсы, и буквально продав одну-две картины, можно эти курсы окупать. Поэтому имейте в виду, и обязательно не стесняйтесь, выставляйте свои картины также на Авито. А теперь самое интересное. Сейчас я отберу несколько собственных работ, и точно также их выставлю на Авито. Итак, лот номер один, интерьерная картина. Вот такой вот цветочек, она у нас в курсе по интерьерной живописи. Но на самом деле, я думаю, вы могли видеть подобный урок и на YouTube-канале, он уже успел разлететься по интернету. И эту картину я вот тоже хочу выставить на продажу. Но она мне действительно нравится, она очень лаконичная в плане цветовых сочетаний, и в плане текстурных паз, наполненности по техникам тоже довольно интересная. Я думаю, эту картину должны купить. Пока убираю в сторону, давайте покажу, что я еще подготовила. Также взяла картину с курса по интерьерной живописи. Это первый у нас этап курса, самый легкий курс по интерьерке. Вот такая вот картина «Золотой лес». Тоже многие любят эту работу, и также она сделана в очень лаконичных цветовых сочетаниях. Теплый серый оттенок, немножечко золота, бронзы, серебра. И сверху я решила использовать не черный цвет, не синий цвет, как многие ее видели, опять же, в таких вариациях, а цвет такой шоколадный. Я думаю, также она может вписаться в большинство современных интерьеров, поэтому также я эту картину выставлю. Многим она напоминает плитку шоколада, как будто бы есть такая оберточка, и сверху видно шоколадку. Но, надеюсь, эта картина также найдет своего покупателя. Берем следующую картину. Она у нас уже с курса по интерьерной живописи второго, то есть это второй уровень курса, потому что здесь уже более сложные, более объемные формы, и, соответственно, писать их сложнее. Чтобы написать сложную форму цветка, с изгибами, с тенью, со светом, нужно уже чуть-чуть получше познакомиться с акриловой живописью. Ну и здесь у нас также, помимо самих цветочков, изображения цветов, использована поталь в качестве дополнительного декора. Ну и опять же, если мы смотрим в целом на цветовое сочетание картины, то оно довольно приятное. Также теплый серый. Я люблю этот цвет использовать в картинах, потому что он есть в большинстве современных интерьеров. Либо это холодный серый, либо теплый серый, то есть многие эти оттенки любят. Поэтому, я думаю, эта картина тоже понравится какому-то из покупателей. Смотрим следующую картину. Вот такая вот у нас красивая, сочная львица. Это львица. Урок по этой львице у меня есть на YouTube-канале. Это бесплатный урок. Вы его можете точно так же посмотреть и написать подобную работу. Ну, в качестве референса для этой работы я использовала картинку с Пинтереста. Я, если честно, не знаю, кто автор этой картинки, потому что это просто была такая вот как бы иллюстрация. Я ее взяла за основу. Ну и также, что касается техники, эта картина интерьерная. Она выполнена строительными красками. Здесь художественных красок практически не использовано. Это все колеровочные пасты, это все строительный акрил. И в этом есть некая особенность данной работы. Ну и плюс по формату она довольно интересная, не маленькая, не большая. Соответственно, можно выставить за нее среднюю цену, потому что, ну, за маленькие форматы, соответственно, люди хотят платить поменьше. За большие форматы нужно просить побольше. Ну и большие форматы не каждый себе хочет домой, да. Вот такой вот средний формат. По-моему, это формат 50 на 60 сантиметров. Тоже должен понравиться покупателю. Ну, плюс такая очень интересная тематика, довольно стилизованная картина. И, я думаю, также она обретет свой новый дом. И еще одна работа, также излюбленная многими картина. Автор этой картины изначально идейный автор Бруна Тина, художница. И цвета совершенно другие. То есть там другая цветовая гамма. По-моему, там зебра синяя и красная. Но эта картина также уже облетела весь интернет. И много было вариаций этой картины. И просто черно-белую. Также делали красную-синюю. Но я хочу оставить вот такой вот формат золото и серебро. Я думаю, это очень современное цветовое сочетание. Многие сейчас не стесняются использовать в интерьере и золото и серебро сразу. И, думаю, картина может стать также некой точкой завершением интерьера. Ну, плюс парное изображение животных также многие любят в работах. Не единичное, а именно парное. Потому что есть такой подтекст любви и теплых взаимоотношений. Поэтому эту картину я тоже планирую выставить. На самом деле, жалко. Она мне очень нравится. Можно сказать, от сердца отрываю. Но все-таки в качестве эксперимента можно рискнуть. Итак, я только что сделала снимки картин. Загрузила их уже на планшет. И сейчас буду выставлять объявления. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok